Идем по морю Охотскому. Застряли мы на этом мосте. Наверно жить будем здесь дня три, а у нас всего сковородка гречки. Если я вот так повешу, его и не видно будет. Так как следы свежие, лучше покинуть это место. Находимся в оленевоческом стаде, готовим обед. Сейчас мы их сварим, а потом пожарим на сковородочке. Королевская рыба. Страшная, конечно. И сейчас мы должны поймать тайменицу. Вот он таймешочек! Эй! Наступило очень холодно, но мы сделали это. Сто километров прошли по морю до какой-то базы. Сейчас будем высаживаться. Энергический! Энергический! Сейчас на глис вставай! На глис вставай! Хорошо вейдерсы оделся! Горячего бы чайку сейчас! Давай! Кто хотел сладенького? Сегодня в нашем морском братстве пополнилось еще на четыре человека. За вас! Я половинку не закусываю. О, ты что закуску ешь? Так, поставьте куда-нибудь для Алексея. Нужно, давай уберем. Ставь! Там прилив сейчас. Там вот так вот. Поэтому мы с оптикой смотрим вот эту сторону. Посмотрите вот эту сторону. Там свежий след есть и захоти на медвеж. Поэтому ждем. По мнению медвежатников опытных, эти места являются одним из наилучших мест для охоты на трофейного медведя. Здесь охота приветствуется, потому что здесь у местного населения есть свои оленьи стада, есть огороды. И медведи часто бывают, что перегибают палку и залезают на места коренного обитания людей. В этот момент наступает конфликт, скажем так, интересов, когда необходимо произвести охоту. Здесь медведь это неотъемлемое животное, которое сопровождает тебя повсюду и окружает повсюду. Численность медведей здесь действительно значительная. Я не могу сказать, что медведь это прямо хищник, который непредсказуемый. Это достаточно понятное животное, которое имеет свой нрав, у которого есть свои повадки, у которого есть свои привычки. Зная вот эти вот медвежьи предпочтения, медвежьи повадки, опытный человек, он может планировать маршруты передвижения остановки в дикой природе с минимальным риском встречи этих медведей. Пришла нерпа, потому что на преливе рыба начала заходить. Эта нерпа сейчас будет осматриваться и будет влазить на берег. А медведь здесь за ней охотится. Это как раз тот момент, которого мы ждали. Надеюсь, медведь придет. В общем, дальше он придет. Субтитры сделал DimaTorzok Идем по морю Охотскому. Что будет клевать, непонятно. Но попробую. Ребята, на джиг, я на железо. Наверное, треска, бычок. Рыбаки, всему вас учить надо. Первая морская рыбка. Морская рыбалка открыта. Ура! Это такая же, только побольше. За бороду, смотри. Через глаз вырил. Порода тресковая. Отпускаем маленький. Ей! Ну, маленькая, маленькая какая-то. В Радишевске она засмеется. Что-то поднимаем. Наверное, рыбу. О, хороший. Зачетный размер. Сейчас перчатки одену. Вот это рыба, черт! Да, рыбу морской бычок. Морской бычок. А это какой-то без набития. Смотри, как раз круглая, набитая. Комплектер, 1.25 км. Морской, лис. Эль. Комплектер, полный отверт, ПОДПИСЫВАЮТСЯ МОММЕНТЫ Время для света Время для света на света. Потом плавать на света. Комплектер, Chief table! Отпροшение. ПОДПИСЫВАЮТСЯ Какие нити вкусненькие будут. Сейчас мы их сварим, а потом пожарим. Натурпродукт, все под ногами. Таких, чтобы набрать 20 килограмм, надо, наверное, часа полтора. А крупнее пока не получается найти. У нас же еще водоросли есть. Застряли мы на этом острове. Наверное, жить будем здесь дня три, да? А у нас всего сковородка гречки. Да, у нас там рис еще пакет. И рыба не ловится. В одной зеленой горошине на брата в день. А остальное все, кто что поймает. Паша, ты так расточительно ешь. Сразу трехдневную пайку съел. За папу, за маму. Давай, за Мишу, чтобы не храпел. А мы по одной горошине договорились брать в день. Вот, я свою пайку съел. А медик, поскольку вытащит по отливу. Ну, сейчас все придут, они вот такие животы. 100 грамм бы сейчас фронтовых. И на рыбалочку. За таймени. Сейчас будем пытаться ловить всю морскую рыбу. Уже все блесны повесь пробовали. Не пробовали. Вот такие тяжелые штуки. И, наверное, попробуем дедовскую блесну. Вот такая. С рыбкой. Нашел в гараже случайно. Я думаю, еще мой дед ловил. Прилив. Отсюда уже начинается узкая губа. Поэтому, в любом случае, море здесь по цвету уже меняется. Ставьте что-то на камбалу. Камбала палпус. Потому что здесь дно располагает именно для камбалы. И камбала здесь есть, и она здесь ловится. Рыба. Рыба. Бычок? Да, бочки всегда заглатывают. Посмотрим палки. Нордстрим выдерживает. Полкилограммового бычка. Я сниму. Ёма, какой он же страшный. Растопыривается. Пиявки на него. В смысле? Ну такая. У щуки тоже не очень. Как будто королевская рыба. Хвост. Страшная, конечно. Сейчас мы ее будем оцеплять. Голова, желудок и хвост. Вся рыба. Иди, беги. Все, ушел. Ты доволен? Нет, не очень. Рыбу поймал. Нужно было на нее как насадку сделать. Еще одну рыбу. Черт сошел. Или бычок это был. Оп, опять клюют, смотри. Еще раз клюют. Надо как... Как Радишевский учил. Что-то там идет. Мы что-то поймали. А, бычок, бычок. Хорошо сел. Большая ротовая полость. Опа. Вот такой бычок. Но это самый маленький сегодня, да? Нет? Нет, это средний. Средний. Самый маленький у Володи. У тебя был, да? Ну естественно. Вот такой бычок. Из Охотского моря. Красавчик. Да. Мы с ним одного света. Вот. У себя вот так повешу, его и не видно будет. На брелок сделаешь? На брелок. Все. Отпускаем. Рыбу мучить мы не будем. Сегодня будет жарко. Сегодня важный день. И вновь продолжает собой. И сердцу тревожно в груди. Вовка. Такой молодой. И юный. Стаймень впереди. Старенький. Старенький дедушка. Уже большой. Мудрый. Который дожил. Который воспитал внуков? Воспитал, да. Не одних внуков. Пожил. Который может еще и внуков с собой привезти. Мы с ним познакомимся и отпустим обратно. Обещаешь? Да. Ну что, мужчины, готовы к бою? Всегда готовы. Продолжение наших приключений. Сегодня все благоприятствует нам для успешного мероприятия по названию «Ловля таймени». Если что, у вас всякие карабинчики есть. Я не буду свою сумку брать. Где-то все есть. Если вдруг что-то будет, я у вас тогда стрельну. Без проблем. А что еще нужно взять из гаража? Вы все там собрались, все поняли, что нужно. Еду можно не брать, у нас будет стимул. Если не поймаем, значит будем голодные. Сейчас я чай еще захлочу. Ну только да, чаек. Чаек, соль, перец и кусочек черного хлеба. А это зачем? Надо реку покормить. Хорюзочка надо съесть. Это зимнее украшение. Палочка. Экспириенс. Хорошо кидает. Рассчитано до 50 грамм. 52. Да, воблеры это где-то 70-80 грамм. Кидает очень комфортно, замечательно. Не чувствуется перегруза. Далеко летит. Експириенс. И это тем, что Роман смог убить. Сегодня вечером была 사람 сделала. И, наверное, было проблемой. Находимся в олениоческом саде. Готовим обед. А из чего готовим? Готовим это мясо оленина. Мы его будем отваривать. Картошечка и рис. Ждем дальше, когда мясо сварится. Раньше эвенки кидали лук зеленый. Но так как у нас тут только-только прикочевали не на это место, у нас с собой лука нет зеленого. Репчатый есть. Йогурт любите? Да. Вкусный? Сладкий. Берем варенье, наливаем в миску, в любую посуду. Берем молоко. А молоко какое? Молоко это олени. Вот сегодня только надоело. И оленев молока. И его разводим. Мы любим йогурт. Ой, вот это молодцы. Эвенки его ели с лепешкой. И поэтому целый день с утра, вот утром поели вот такой йогурт с лепешкой. И уже как бы люди сытые. А ягодки любите? Да. А как вы узнаете, какие ягодки можно есть, какие нет? Голубые. Голубые можно? А еще какие можно? Голубица. Морошка, да? Морошка. Еще шикшу. Шикшу собирает, правильно. А она какого цвета? Черная. Черная, правильно. Второй вид йогурта. Тут голубица, морожка и шикша. Оно должно постоять или... Мы раньше ели сразу. Вот только намешали и сразу едим. Вкусно. 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 Ребрышки хочу достать, чтобы вы их попробовали. Вареная оленина, ребрышки. Очень вкусно. И собачки все прибежали. Вот видели мальчику 12 лет. Он спокойно управляется с оленем, запрыгивает и поехал. А наши дети вот в телефонах сидят в интернете. Вот так вот. Такая разница между нашими детьми, детьми Крайнего Севера. Это, конечно, удивительно. С древности у эвенков есть такое обычай, как улгани. Когда вешаете ленточку, постарайтесь загадать какое-то желание. Я думаю, что у каждого человека есть желание. Так говорили наши предки. Берем эту ленточку и завязываем на два узла. Можете на другую веточку. Вот так вот. Это называется обряд улгани. У эвенков был обряд очищения. То есть вокруг стоящего человека, бабушка проходила вокруг, обкуривала нас дымом можжевельников. Все, теперь никакие болезни нам не страшны. Да, да. Приговаривая, она сказала. Теперь возвращаться в Москву, вот этот рассадник гадости. Коронавирус. Был такой обряд у эвенков, как кормление огня. То есть эвенки давали своим гостям по кусочку лепешки. И этот кусочек лепешки каждый год кидал в костер. Чтоб жизнь наша удалась, было хорошо. Давайте мы тоже желание загадаем. Давайте загадывайте желание. Чтобы у вас все желания былись, а у нас, чтобы поймался большой таймень. Да, чтоб Паша желание. За тайменья. Миш, ты что загадал? Наверно, тоже, что и ты. Ром, а ты что загадал? начнем наверно с такого сербский воблер похоже на хорезочка ребята его сильно рекомендовали потом вот такой фишкет с лапками мы его зовем с кошачьими сейчас их наверное и будем в первую очередь пробивать но если они не сработают у нас есть секретное оружие это кажется рапа их сразу немножко подождут но если они не сработают то не знаю что это на общем страшная штука оставим это как секретное оружие мы совершили все обряды чтобы поймать тайменя обкуривание огнем или дымом бросали лепешки в костер осталось 50 грамм реке налить и сейчас мы должны поймать на имени достаточно а нам оставил не лей против ветра не забудь про нас володь нам тоже надо налить чтобы таймень ловился ну теперь должна попасться рынка ну как ты вкусно делаешь давайте давайте это что понимаешь где-то пока ребята пьют чай пойду-ка попробую заброшу сделаю пару проводочек время кончается ловить надо оттай-менее мы пока не видели опа подготовился чтобы маленькие верхоплавки оказались таймень небольшими вот он таймешочек маленький но красивый первый таймень на реке ауди завидуйте ребята и у меня прилично больше сорвался хорошая только что он весел первый таймень какие-то не очень искренние эмоции потому что не свой потому что еще не поймался это его в объектив в окне пальцы с нагнись вперед еще ну наконец есть килограмм на восемь на лови малыш зари папу маму вот здесь под корягой сидел вот тут вот тут вот нашли много свежих лап медведей там есть и большие и маленькие так как следы свежие лучше покинуть это место а а а и 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 шок такой это первый мой таймень три дня вымучивали я уже думал все не попадется тихо тихо готов выходить краснохвостый а так колевал классно с четвертого раза только удалось взять станислав эдуардович ну первая рыба посвящается наверное тебе отец-основатель и духовный вдохновитель приезжайте в общем ребята ловить тайменья очень увлекательно в нашем случае еще и трудовая рыбалка очень крутой. Давай оп 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 оп! Чука что ли? Нет ленок В бассейн упал леночек сейчас достану шел вдоль дерева из под ног дернулся таймень в сторону и встал до стол аккуратно блесеньку И на второй раз перед мордой Хоть и взял Судя по знакомой отметины от нерки Это таймень, которого Вова поймал полчаса назад И такое бывает Смотри, видишь отметину Тут, по-моему, побольше Тихо-тихо-тихо Сейчас выпустим, подожди Может другой с такой же отметины По-моему, там же было, не? Сравним потом, постарай Иди, парень, и больше не попадайся Давай папу с мамой зови сюда Дал бы мишки поймать Смотри, какой человек ходит, грустный Это твой был С лапой на морде Второй раз бахнул Из-под ног у дерева Раз туда встал Он, наверное, стоял там Отдыхал У него стресс был А тут ему еще раз Отчихрили тело Нашли мы, в общем, хорошее место Потенциальное Потенциальное с рыбой Но нашли медвежьи следы Поэтому я вот подготовил Такой сигнальный огонь Надену сейчас колечко На всякий случай Буду его держать при себе Поэтому смело идем вперед Еще даже теплый Но не такой большой мишка Но когти острые Большие Вот задняя, походу, лапа Вот Передняя И потопнул, потопнул Надеюсь, тут нигде он не сидит Эй, не так Я не трону Мне только рыбку половить Мы не берем от природы Больше, чем можем взять Мы отпускаем таймени Мы на охоте ни в коем случае Не будем добывать зверя Который не попадает Либо в наши путевки Либо в правильное понятие об охоте Мы хотим, чтобы гости Которые сюда приезжали Они могли приехать сюда Через 20 или 30 лет И убедиться в том Что природа как была нетронута Так и осталась У нас сейчас то время Когда уже пришла пора Очень сильно Позаботиться о нашей природе Позаботиться о наших биоресурсах И позаботиться друг о друге С точки зрения отношений Помнишь того таймени? Да, да От которого ты убегал Слушай И только оператор мог подтвердить Что не было Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»